Перед тем, как отправить самокаты в свои первые рейсы, Никита Кирасиров проверяет их на предмет исправности. Пассажиры на Самарской набережной появляются уже в районе 10 часов утра. Поездка в пределах часа на двухколесном транспорте обойдется самарцам и гостям города в 300 рублей. Правда, прокатиться со свистом в ушах не получится. Градская набережная является той локацией, где максимально допустимая скорость электросамокатов не должна превышать 25 км в час. Скорость на набережных ограничена по правилам, соответственно, мы их соблюдаем с помощью прошивки. Это несложно, это любой может сделать абсолютно. У шеринга та же самая история. Они ограничивают скорость конкретно на территории набережной. На обслуживание лишь одного такого самоката, а используются они с учетом постоянной аренды довольно часто, владельцы проката тратят около 5000 рублей в месяц. И это при удачном раскладе, если не приходится менять колеса и аккумулятор. В основном затраты окупаются, но с приходом в город кикшеринговых компаний в прокатах ощутили явную конкуренцию. Жители города отмечают удобство шеринга. В то время как в прокаты двухколесный транспорт нужно возвращать и добираться до дома самостоятельно, на самокатах этих компаний можно уехать в любую точку города и припарковать их в специально оборудованных для этого местах. Достаточно заплатить за старт от 30 до 500 рублей. Эти деньги по завершению поездки конторы возвращают. Далее тарификация идет поминутно от 5 до 9 рублей в зависимости от спроса. Правда и в этом случае, отмечают самарцы, есть что улучшить. Может быть сделать подешевле еще. Может быть побезопаснее. Но даже не знаю особо как. Только если сами осознанные жители будут. А еще есть зоны покрытия самокатов. И когда ты между зонами едешь, он начинает оттормаживаться до 3-х что ли километров в час. И ты такой и не туда уже и не сюда. То есть ты случайно вылетел из этой зоны и дальше ты вот так вот едешь обратно, чтобы вернуться. Да, отлично все. Быстро. Чтобы не сталкиваться с ограничениями скоростного режима и использовать двухколесный транспорт в любое время суток, руководитель интернет-проектов телеканала «Самара ГИС» Александр Кочетов электросамокат приобрел. И теперь свободен от ожидания общественного транспорта, пробок и необходимости искать парковку. Плюс на него не нужно прав, которых у меня нету. Нет проблем с парковкой. Можно затащить домой, поставить в коридорчике, никому не мешает. На лето на самом деле идеальный вид транспорта. В довольно компактное транспортное средство, не считая стоимости покупки в 80 тысяч рублей, Александр уже вложил 5 тысяч рублей за установку кресла, так ездить безопаснее, и полторы тысячи за техническое обслуживание. Впрочем, как отмечает Александр Кочетов, при бережной эксплуатации электросамоката вкладывать много средств в него не придется. Главное перед началом сезона проверить транспортное средство на предмет исправности. Для этого в «Самаре» существуют профильные сервисы. Я его привожу, мне здесь все подтягивают, проверяют, регулируют, и можно кататься до конца лета. Если этого не делать, естественно, начнутся крутые поломки. Допустим, механизм складывания, если полетит здесь, это уже можно попасть где-то на 5 тысяч. А если выйдет из строя аккумулятор, бюджет владельцев электротранспорта может серьезно пострадать. Такая поломка обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Чтобы избежать подобных неприятностей и обезопасить себя на дорогах, необходимо соблюдать скоростной режим не более 35 км в час и заботиться о транспортном средстве, как о собственном ребенке, отмечает Александр. Тогда в порядке останутся и карман, и нервная система, и вы, и пешеходы. Без шлема выезжать на дорогу или на тротуар в принципе нельзя, категорически. Какие-то небольшие выбоины, и ты сразу летишь через роль. Шлем от подобных ударов об асфальт голову действительно хорошо защищает. Я это уже на своем опыте проверил. Приобрести электросамокаты сейчас можно даже в интернет-магазинах. Цена зависит от технических характеристик и габаритов. За двухколесные транспортные средства просят от 20 до 110 тысяч рублей и выше. Так или иначе, решать, что лучше – взять самокат в прокат или купить свой – личное дело каждого. Но надо отметить, что компенсировать недостаток движения могут не только рули колеса. Свои эмоции, к примеру, некоторые выражают в танце – красиво, полезно, незатратно и, самое главное, безопасно. Ольга Павлова, Константин Головин. События.